Три года назад я был со своим другом-предпринимателем из Бреста в таком же зале. Мы слушали голограмму Рея Курцвелла, и я был очень воодушевлен. Фантастика прямо на пороге. Я обращаюсь к своему товарищу и вижу, что он скучает в телефоне. Сергей, ну как тебе? Он отвечает, никак. Я не верю, что это будет у нас. 15, может 20 лет это к нам придет, но это не у нас, это не про нас. Три дня назад я позвонил Сергею, говорю, Сережа, ты не прав. Дроны уже летают над полями, роботы общаются с роботами и с людьми. А как у тебя дела? Он говорит, отлично. Я уже сканирую документы и храню их на Google диске. Я тоже цифровой трансформатор. Давайте вместе с Сергеем разберемся, что мы будем понимать под понятием цифровая трансформация. И вот отличный пример, первый кейс, документы. Родина всегда их требовала, требует и будет требовать. Мы их сначала носим в папочках, все татеночки подшиты, на склад, в бухгалтерию. И появился первый процесс. Мы сканируем их в цифровом виде и храним. Это этап оцифровка. Но что же происходит далее? Далее теперь администратор не только сканирует документы. Он уже их разносит в какую-то базу ERP либо 1С. И это помогает бухгалтеру сразу просчитать налоги, основные средства, акты сверки. Это этап цифровой оптимизации, когда алгоритм помогает человеку в выполнении его задачи. Но как же может измениться процесс без человека? Это тогда, когда у нас появится сканер, который будет сам понимать, какой документ перед ним, какие данные в нем и куда их нужно разнести. Это этап цифровой трансформации. Цифровая трансформация — это будет тогда, когда мы убираем человека из процесса. Результат остается такой же или даже лучше, но человек не участвует в этом процессе. Читая книги о цифровой трансформации, я все время видел опыт. Amazon, Google, Netflix. Нигде про Беларусь пока не написали. Но она есть. И почему я могу утверждать сегодня, что цифровая трансформация уже есть и наступила в Беларуси? И это компании разного типа и разного масштаба. По форме собственности, по размеру бизнеса, по отраслям. Но всех их объединяет одно. Они стремятся к идеальной картине бизнеса. Чтобы выручка и бизнес росли бесконечно, а наши затраты на единицу изделия стремились к нулю. Но на пути к этой картине у нас появляются определенные препятствия. Где нам найти эти миллионы клиентов и удержать, которые обеспечат такую выручку? Как обучить и взаимодействовать с сотрудниками, которые могут обслуживать таких клиентов? Как организовать производство масштабируемого под эти запросы? И как это все администрировать и контролировать? И это наше ограничение бизнеса в рамках этой модели. И цифровая трансформация снимает ограничения. Она позволяет вам масштабироваться и расти бесконечно. Давайте на примере белорусских компаний посмотрим, как они снимали эти ограничения. И в моем мировоззрении я всегда говорю о том, что перед тем, как советовать и рассказывать людям, нужно сначала попробовать на себе своими деньгами. Поэтому первый опыт – это будет мой опыт, как я в компании EasyStandard. Компания занимается B2B-услугами в области экспортной сертификации, как мы внедряли технологии цифровой трансформации. У нас достаточно большая база клиентов. Это десятки тысяч контактов, с которыми требуется взаимодействовать постоянно. Потому что сегодня услуга может быть не нужна, но через три месяца нужно узнать, новые товары производятся. Изначально мы пошли по обычному нормальному пути. Мы наняли студентов, чтобы обзванивать эти базы. Но какая получается дилемма? Платить дорого мы не можем по экономике, платить дешево, качество выходит не очень, уходит, и мы не можем работать с этой базой. Поэтому мы решили обратиться к роботам, к виртуальным голосовым роботам, которые будут взаимодействовать с этой базой. Как устроена сейчас эта технология? Во-первых, масштабность. Робот может совершать тысячи звонков в течение одного часа. Теперь робот основан на искусственном интеллекте. И важно, он слушает собеседника. Его задача не просто сказать фразы. Ему важно услышать, что сказал клиент, и подобрать правильный ответ. И робот пробует снять возражения, общаться, предложить что-то. Но давайте сначала посмотрим, как работает сотрудник нашей компании с этой базой, чтобы можно было что-то понять. Алло. Чистозор, Мария, здравствуйте. Добрый день. Это Родион, компания Изи Штандарт. Ранее общались по вопросам сертификации с моим коллегой. Есть минутка? Да, я вас слушаю. Подскажите, есть ли у вас сейчас запрос на сертификацию продукции или компании по стандартам ИСО? Смотрите, у нас все сертификаты получены в этом году, то есть новая продукция будет выпускаться только в следующем. Может, тогда необходима помощь с документами, инспекционным контролем или сертификацией? Нет, эти все документы, они есть, получены тоже. Понял. Вам спасибо за уделенное время. Хорошего вам дня. Всего доброго. Неплохой звонок для студента, особенно учитывая то, что он виртуальный. Мы уточнили все данные, мы записали и поставили задачу в CRM перезвонить в следующее время. Для теста этой системы мы выбрали самую жесткую систему. Это база контактов по интернет-справочнику. Самая холодная база. И в этом случае что мы получили? Мы получили 2,6% конвертии в заявку на расчет по продукции. И это произошло за один день. Обзвонили более нескольких тысяч компаний. Экономия по сравнению с диджитал маркетингом стала 340%. И далее теперь мы можем масштабироваться, работать с большей базой, постоянно быть на контакте с клиентом. И следующий шаг. Роботы будут не отдельной единицей. Они будут помощником настоящего менеджера. Менеджер будет отвечать за то, что доставляет ценность клиенту. Общение экспертное. А робот будет узнавать, когда будут документы, когда следующий звонок. Все то, что не доставляет ценности нашему клиенту. Это трансформация в отделе продаж. Но как же мы можем еще трансформировать маркетинг? Давайте пройдем на завод. В прямом смысле пройдем на завод, которого еще пока не существует. Он существует только в виртуальной реальности. Это опыт белорусской компании NPO Passat, которая занимается производством оборудования и сооружения и целых решений в области горнообогатительной. И с помощью технологии виртуальной реальности, разработанной белорусской компанией Feeling Digital, они производят сейчас заводы в виртуальной реальности для того, чтобы донести ценность для своего клиента. Давайте представим, как выглядит большой завод, когда мы его проектируем на бумаге. Это тысячи страниц чертежей, которые, откровенно говоря, понимает только тот, кто их разработал. А заказчику нужно понять, будет ли удобно сделать его бизнес-процесс на этом предприятии. И с помощью виртуальной реальности заказчик может разные функции прямо протестировать на этом заводе. Специалисты, инженеры смогут пройти и прямо обсудить в виртуальной реальности со специалистами по качеству, будет ли удобно такое расположение. Сами непосредственно сотрудники могут пройти и сказать, здесь у нас будет проблема, здесь товар не пройдет. В чертежах это сделать невозможно. Это просто мозг человеческий не усвоит эту информацию. Таким образом, компания снижает издержки на согласование, которые раньше уходили сотнями часов сложной документации. Повышает доверие заказчика, потому что заказчик теперь уверен, что он получит ровно то, что решает его бизнес-задачи. И это позволяет масштабировать. Мы можем этот продукт показывать сразу многим клиентам и работать с многими клиентами. При том, что еще все оборудование виртуальной реальности имеет характеристики и с ним можно взаимодействовать. Реальный завод виртуальной реальности. Я думаю, что мы скоро его увидим вживую. Но как же технологии могут еще иной реальности помочь нам в общении с реальными сотрудниками? Давайте обратимся к опыту государственного центра «Жилком». Компания занимается обучением сотрудников коммунального хозяйства в области сбора вторичного сырья. Проблема компании в том, что ей необходимо обучать огромное количество людей по всей Белоруссии сложной достаточно теме. Они должны показать, как каждый материал взаимодействует, разлагается и как с ними вести работу. Это более 150 материалов, которые должен изучить сотрудник. Вспомните себя на уроке географии. Все мы проходили минералы, породы. Кто-нибудь что-нибудь помнит из этого? Я ничего не помню, потому что наш мозг не может в тексте усваивать такую информацию. Дополненная реальность позволяет нам ощутить этот объект. Его можно повертеть, посмотреть, как он будет разлагаться. И таким образом компания снижает огромные издержки, так как ей требуется оборудовать либо класс сотни элементов, каждый класс, где могут учиться люди, либо она сделала книгу с виртуальной реальностью, где сотрудники даже на удаленке в любом месте в транспорте могут учиться с погружением. Это сокращает затраты, и это позволяет масштабироваться компании. Но кроме того, что нам нужно обучить сотрудников, нам нужно научиться с ними взаимодействовать. И иногда взаимодействие бывает очень сложно в определенных сферах. Давайте познакомимся с прекрасным опытом компании AeroDorStroy, которая занимается строительством. И что мы понимаем об этой сфере? В том, что здесь очень высокий уровень сопротивления инновациям. Компания разработала целый комплекс ботов в мессенджерах для контроля своих строительных объектов. 20 объектов по всему СНГ ведется постоянно в реальном режиме. Более 200 линейных сотрудников. И это обычные строители, с которыми нужно взаимодействовать. Компании нужны онлайн данные, компании нужен контроль. Поэтому компания разработала эту сеть. Как происходит эта работа? Происходит интеграция с спутниковой телеметрией. И как только бригада приезжает на объект, робот это видит. Стартует время смены. И в конце смены робот сам инициирует общение. Они работают все свое время, занимаются тем, что им нужно. В конце смены робот спрашивает, что за сегодня было произведено, какие объемы были запланированы, что удалось сделать, и забирает фотографии. Робот не отвлекает. После этого происходит списание материалов. Сразу же материалы передаются в закупочные ведомости, чтобы их возобновить. Происходит контроль каждого элемента. Не списывается ли слишком много материалов. Происходит онлайн расчет. Мы сокращаем огромное количество людей, которые занимаются процентовками, табелями и прочее необходимые для компании бюрократии. И сотрудники, сотрудники, компания и клиенты могут видеть онлайн ход строительства его объекта, что очень важно и повышает лояльность. Почему мессенджер? В этой сфере, я считаю, что это единственный рабочий, удобный интерфейс человек-машина. И это сокращает часы работы контролеров, сметчиков, бухгалтеров. Происходит защита от нецелевого использования материалов. Как только происходит определенное списание, робот по алгоритму смотрит, а оно такое должно быть, либо как-то слишком много. И он сразу бьет тревогу. Ребята добились очень низкого уровня нецелевого использования. Кроме этого, он продолжает развиваться. Он не только помогает вести проект, он помогает в обучении, собирает идеи и развивает персонал. Мы проработали клиентов масштабируемость. Теперь мы можем обучать и управлять сотрудниками. Но как теперь производить все то, что мы получили? Давайте пойдем в первую традиционную отрасль, сельское хозяйство. Мы пойдем в поля и посмотрим, что сейчас происходит на полях Белоруссии. А там летают дроны. Уже 26 хозяйств в этом году обрабатывают свои поля с помощью технологии белорусской компании Крупфлит. Это комплекс дронов, софта, который управляет целой флотилией дронов. Комплекс, где происходит смешивание удобрений, пестицидов. Это все в одном решении. Почему же так происходит? Зачем наши фермеры выбирают эту технологию? В первую очередь, это снижает стоимость снесения удобрений и пестицидов. Эффективно потребляются ресурсы. По сравнению с технологией, когда трактор проходит по полю, дрон берет в 40 раз меньше воды. Ну, кажется, что такое вода? А вы представьте, на поле, где здесь воду, это нужно отдельная машина, которая будет ее подвозить. За ней нужен отдельный человек и еще отдельный человек, который контролирует этого человека. Чаще всего на полях вот так. Это огромный масштаб. Один дрон в час может обрабатывать 10 гектар. У вас 100 гектар, 10 дронов обработает их за час. При том, что еще дроны работают лучше всего ночью. Днем могут другие люди работать, тем самым повышая эффективность. И важный момент, о чем мы не задумываемся. Это же растение. Трактор имеет колеса. И когда он едет, удобряя, часть культуры портится. Дроны не взаимодействуют, они летают и полностью сохраняют весь урожай. Но и все же про людей. Людей на полях. Представьте, 40 градусов, жара, огромная кабина трактора, у вас летит вода с пестоцидами, и вы в огромной маске. Я не сказал бы, что это работа мечты. Поэтому не все туда стремятся. Сейчас появляется новая профессия для людей в сельском хозяйстве. Оператор дронов. Вы не подвержены влиянию пестоцидов. Вы спокойно сидите в комплексе и только наблюдаете, как дроны работают на полях. Это дает интересную профессию для людей оставаться в сельской местности. Давайте пройдем дальше. Поедем на ферму. Мы видим вполне веселых коров. Почему? Потому что сейчас на современных доильных фермах у нас установлены роботизированные системы доения, где робот мотивирует корову для взаимодействия с ним. Нет уже того, кто загоняет по контуру корову. Я сам это видел. Коровы стоят в очереди для того, чтобы взаимодействовать с роботом. Почему так? Все очень просто. Робот дает вкусняшку корове, и он делает ей массаж в имени. И ей приятно с ним повзаимодействовать. На 400 коров два человека, которые спокойно управляются с этой фермой. С помощью технологии машинного зрения робот определяет уникальное вымя коровы и подстраивается под нее. Точно так же собирается вся информация через IT-датчик о жизни коровы. И теперь мы получаем информацию, где мы можем видеть только зарождающуюся болезнь и сразу передать эти данные ветеринару. Не тогда, когда уже поздно. Как только мы видим по алгоритму машинного обучения, что у коровы возможна болезнь, сразу приходит ветеринар, чтобы ее обследовать. И это экономит время сотрудников, затраты. И самое главное, оно остается, наверное, для самой главной вещи в сельском хозяйстве на фермах. Для того, чтобы заботиться о животных. Корова, наверное, даст одинаковое количество молока в зависимости от технологий. Но если люди будут больше о ней и лучше заботиться, вот тогда мы получим намного более эффективные результаты. Но что же с реальным производством? Простой и понятный всем элемент гардероба. Производится в Беларуси. Я даже думаю, практически все в этом зале знают этого производителя. Но мы не знаем, как производится этот продукт. Я всегда думал, что кожа ручной обработки – это премиум сегмент. Но казалось немного по-другому. Далеко не все производители могут наладить технологию по машинной обработке кожи. Почему? Когда металл поставляется, он очень четкий к границе. Метра 25 на 2,5. А кожа – это всегда уникальный рисунок с уникальными дефектами. Давайте познакомимся. Предприятие 4.0 Беларуси. Это компания Белвест. Совместно с научным центром Айкл разработала полностью роботизированную фабрику по работе с кожей. Как же происходит жизнь роботов на этом предприятии? Когда мы получаем на вход уникальный материал с уникальным контуром, первый робот определяет его контур и все дефекты и создает цифровой двойник, где все эти данные записаны. Далее роботы заходят в ERP-систему и смотрят, какой же сбыт нам нужно сделать, какие позиции, какие коллекции нужно произвести. Исходя из этого, сразу же выстраивается конвейер. То есть роботы самообучаются в зависимости от того материала, который пришел на вход. Здесь мы видим все дефекты, все вещи. И дальше каждый робот передает следующим, что же ему делать. Но как же переход материала от одного стенда к другому? Недавно вот партнер Яндекса показывал тележки, которые возят еду. Я думаю, ребята улыбнулись, когда видели. Потому что уже давно у них работают автономные тележки на производстве. От одного робота к другому товар перемещается на автономных тележках. И не так сложно, как кажется, создать одну тележку. Но когда их множество ездит по заводу, это целый флот автономного транспорта. И им нужно управлять. И компания создала софт по управлению флотом транспорта без пилота на своем производстве. Тележки перемещаются не только внутри производственной линии, но также они работают на складах. При выдаче товара эти тележки могут поднимать целый стенд и подвозить его. То есть один кладовщик просто указывает, что ему нужно. И если это всего лишь одна коробка, робот еще даже подсветит эту коробку, чтобы точно можно было взять. Мы видим, что компания полностью роботизировала сложнейший процесс. Он очень сложный из-за сферы. Робот взаимодействует с роботом и взаимодействует с ERP-системой. И они совместно принимают решения. Идеальная команда. Горизонтальный уровень управления. Мы поставили задачи и цели компании, а роботы решают, как и что в текущую секунду нам производить. И это по-настоящему предприятие 4.0, которое кардинально снизило издержки по персоналу, повысило эффективность использования материала. В таком русле мы полностью можем использовать дорогостоящий входной материал. И теперь у нее есть возможность масштабироваться до любых границ. И давайте посмотрим на предприятие, которое, я думаю, в несколько ближайших месяцев перережут ленточку. Я надеюсь, это будет делать робот. 50 рабочих ячеек роботизированных. 4 сотрудника в смену. И 2,5 миллиона пар обуви в год. И это в Беларуси. Давайте посмотрим опыт компании ProfileVox из Бреста. Как они сделали переходный период. Сотрудник на производстве имеет огромное количество автоматизации, но ему еще нужно с ней взаимодействовать. Планшеты, телефоны, даже защищенные, это дорого и неудобно сотруднику. Он должен будет отвлекаться от процесса, давать отчеты. Поэтому компания внедрила браслеты с электронным чипом, с помощью которого сотрудник взаимодействует с системой автоматизации. Ему нужно только приложить данный чип, и далее система поймет и сделает как цифровую подпись его во всех документах, внесет его во все данные. Тем самым мы убираем человека из статистических и отчетных данных. Уменьшен риск неверного использования. То есть человек просто прилаживает чип, и система сразу понимает, в какой документ что внести. И мы не отвлекаем сотрудника от данного процесса. Теперь мы знаем про клиентов, как делать, сотрудников. У нас есть масштабируемое производство. Но все равно это нужно контролировать и администрировать. Документы никуда не делить. И мы знаем сейчас о новых бизнес-моделях, на которых нам хочется сбывать свою миллионную продукцию. Одна из них — это маркетплейсы. Очень классная, новая, современная бизнес-модель, платформенная. Любая платформенная бизнес-модель генерирует огромное количество данных, потому что у вас есть с одной стороны клиенты, а с другой стороны продавцы. Компания Promazon — это белорусская молодая компания, которая помогает своим клиентам работать на маркетплейсах и продавать успешно их продукцию. И у многих клиентов не одно-два позиции, а сотни. И у вас, получается, сотни клиентов и сотни позиций, и это нужно контролировать. Чтобы успешно торговать на маркетплейсах, нужно не только понимать свою продукцию, нужно видеть всех конкурентов и подстраиваться. И маркетплейс — это не место для человека при такой торговле. Он просто не может обработать такой объем информации. Давайте посмотрим, как простой момент. Нам хочется понимать, как конкурент, сколько сегодня продал и какую выручку. Как же это сделать? Оказывается, в таком русле робот это может. Маркетплейс не позволяет положить в корзину больше товара, чем есть на складе. Робот каждые несколько минут проходит по всем позициям вашего конкурента и их ложит в корзину. Он знает то, что было 5 минут назад и сколько сейчас, и он понимает, сколько компания-конкурент продала за это время. Человек просто физически бы не справился с таким объемом информации. То же самое происходит с отзывами. Роботы контролируют все отзывы и выделяют только там, где есть определенные вопросы, и передают это на ответ. И один человек может контролировать сразу 400-500 SKU. Роботы следят за ценами, потому что если ваш конкурент изменил на 5% цену, и вы это узнали только в конце дня, это будет означать только одно. Сегодня вы ничего не продали. Роботы в онлайне работают в маркетплейсе. И мы видим, что новые бизнес-модели, в целом они уже заточены под работу вместе с роботами. Хотим мы это, либо нет, но так оно и будет развиваться. Это не вопрос экономии. Это вопрос выживания в новых бизнес-моделях. Давайте посмотрим, что нас еще окружает. Буквально в 100 метрах у нас есть прекрасный отель. Минск Мэриот отель. Совместно с белорусской компанией Эвоэлектроникс, они сделали систему Building Management System с помощью технологии интернета вещей. Они сделали полностью цифровой двойник целого здания, где мы можем управлять с единого места всеми инженерными системами. Давайте посмотрим, как это было бы без роботов. У нас есть, что самое дорогое чаще всего в обслуживании. Это климатическая техника. Это очень дорого. И у нас есть 300 номеров, где кто-то может включить кондиционер, открыть окно, либо включить и кондиционер, и подогреватель. Это нормально. И мы все бы за это платили. И нам требовалось бы 20 человек, которые ходили бы по номерам и выключались за людьми. Даже время дойти было бы достаточно дорого. Сейчас, когда есть цифровой двойник, у нас есть единое место управления всеми инженерными системами. Человеку даже идти не нужно. Он может в цифре пройти в этот номер и сразу же сделать нужные операции. Но робот это делает без него. Мы опять же даем ему задачу на оптимальное использование энергоресурсов. И робот ее поддерживает. Что же получила компания? Экономия 26% в год на энергоносителях. Я думаю, владельцы сейчас предприятий вспомнили свои счета из энергоносителей и получили понимание, как же и сколько приносит эта технология. Это уменьшение участия технического персонала. Теперь один человек даже на удаленке может следить в целом за зданием. Также контроллеры работают с другими элементами, которые каждый имеет срок службы. И мы теперь точно знаем, когда подходит срок службы одного изделия, отдаем это в закупки, и к моменту его окончания к нам приезжает изделие. Это техническое воплощение тойотовского принципа точно вовремя. Но все же про документы. Мы начали это с самого начала. И это был невыдуманный кейс. Компания ST Logistics занимается перевозками. Успешно занимается. 50 тысяч перевозов в год. Это генерирует более 200 тысяч документов ежегодно. Компания была необходима с ними очень правильно и щепетильно работать. Поэтому был целый отдел по работе с документами. Сейчас компания трансформировалась. И это делает тот самый умный сканер. Один робот понимает, какой документ перед ним лежит. Канасамит, СМР, накладная, белорусская либо российская. Следующий робот, в зависимости от типа документа, понимает все содержимое его и переносит в ERP-систему. Тем самым компания сейчас достигла 86,4% успешных распознаваний полных документов. Если что-то не распознавалось, мы спрашиваем человека. Он помогает и робот дообучается. Я думаю, скоро эта цифра будет 99. И это сэкономило компании 900 человеко-часов в месяц. Это очень большая цифра. И это не требует дополнительных затрат при масштабировании. Я даже скажу не если, а когда компания дорастет до 200 тысяч перевозов в год и будет порядка миллиона документов, технология останется и продолжит работать. Им не надо дополнительного персонала искать либо кого-то переобучать. И самый важный момент. Где же люди? Их не сокращают. Этот процесс не добавлял никому ценности, кроме Родины. Поэтому эти люди теперь занимаются более важными задачами для компании, более интеллектуальными, более интересными. Мы очень много говорим о том, что сейчас тяжело привлечь кадры на рынке. Их не надо привлекать. Они уже есть в вашей компании. Лояльные, обученные, умные, амбициозные. С помощью технологий мы можем их освободить от ненужной работы и дать им более интересную работу. И они уже есть в вашей компании. Все, что я рассказал, это уже есть в Беларуси. И это только начало. Мы только начали исследовать. И мы уже видим, что есть еще и еще кейс. Но мы сегодня очень много говорили про роботов. Технологии, роботы, цифровые двойники. Но за всеми этими роботами стоят люди. Настоящие, живые люди, которые сделали это, рискнули, стали пионерами. И эти люди сейчас в зале. Они живые, реальные. Мы пригласили их на наш форум. От себя я хотел бы сказать, что надеюсь, что мое выступление кого-то вдохновит и мотивирует на изменения в вашей компании. И в следующем году мы увидим больше кейсов, более интересных, прорывных кейсов белорусских компаний. И еще с большим удовольствием расскажем о новых цифровых чемпионах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова